Сейчас мы приехали на какую улицу? На переулок Червоноармейский. Это находится в очень красной зоне, буквально отсюда уже Маренко, да? Ну вот, вот Маренко. Серёж, Маренко у нас где? Ну вот у нас трубы, получается. Сколько метров отсюда? Отсюда, 800. Где-то 800 метров. Ну они уже близко. Они тут буквально были вчера обстрелы. У вас сильно обстреливали вчера? Очень. Я аж подпыхнула. Потому что, ну как, обстреливали. И вот, я не знаю, с той стороны мы вот как сидели вчера, получается, у нас свет обрубило. Ударила снаряд. И Инна, нашей соседке, два снаряда, получается, ударила, ну ей, как говорят. И вот этот кабель перерубала, как раз дети мультики смотрели. А потом мы уже ушли под этот, под шофонер у нас там есть, в местечко. Мы там падаем, ложимся. Сильно? Да. А у вас стекла, говорят, вылетели, да? Да. И вы где прятались? Куда вы чесать бежали? В мою комнату. Да? Да. Куда иди. Под шофонером. Вот так детки живут здесь. Спасибо огромное людям, всем, кто помогает. Ну, здесь уже вечереет и становится неспокойно. Возможно, сейчас опять начнутся обстрелы. Опять эти дети будут лежать и прятаться под шофонером. Ну, это начинается, вот эти дни начиналось всегда в полдевятого вечера. А вчера я здесь был? А вчера раньше. Раньше началось. Я попал под обстрел как раз. Да, это вчера очень раньше началось. И хотя говорят мои коллеги, я же говорю, я вот сижу с спиной, снаряды летят. Вот вроде бы как, как они там называют, с Украины. Вот туда на жилпочатку. На жилпочатке, ну, не доставали. Но они били по седьмой. Телекон, вот это все. Попала церковь опять. У нас на Черногорской вот эта большая воронка. И, ну, сейчас закрыли ворота. Мы ехали с детьми в садик на машине. Это сегодня у нас такая акция попала. Мы ехали на машине, получается, через центральную, через блокпост. И там, допустим, человек держал вот эту птицеферму, вот этих маленьких. Мы прогораживаем. И вот так вот все ворота. Ну, в крышу попала и просто вывернула ворот.